Но в начале выпуска о происшествии, которое омрачило в Чуропчинском районе наступающий день знаний. Напомним, накануне в селе Катынах сгорела школа. Подробности у Виталия Абрамова. К сожалению, удаленно села. Расстояние до ближайшей пожарной части 25 километров не дало спасти деревянное одноэтажное здание школы 1989 года постройки. Тушение огня было задействовано 29 человек и 7 единиц техники. Общая площадь пожара составила 360 квадратных метров. Огнеборцам удалось спасти документы и компьютерное оборудование. Как выяснилось, накануне в спортивном зале школы проводились сварочные работы. Предположительно, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновник и ущерб на данный момент устанавливаются. 19 августа 2016 года к новому учебному году была проведена комиссионная приемка данного объекта, по итогам которой выявлено одно нарушение требований пожарной безопасности и вручено предписание. В указанные сроки нарушения были устранены. По информации Минобора, учебный процесс не будет прерван. И с завтрашнего дня все ученики начнут обучение во втором корпусе школы и в интернате. В Катаанах выехала комиссия министерства с дополнительным школьным инвентарем. Со стороны министерства образования у нас выделены учебники. Плюс к этому учебно-лабораторное оборудование, технологическое оборудование на сумму миллион с лишним рублей. И на местах уже комиссия проведет подсчет ущерба и будут произведены расчеты. Также выпускниками и общественностью уже создан фонд. Они собирают помощь на начало учебного процесса. Учебный процесс у нас начнется с 1 сентября, как и было намечено, только во втором здании и в здании интерната. Что касается возгорания школы в школе матча, в Глёхминского района, тоже учебный процесс начнется у нас 1 сентября. И на сегодняшний день здание клуба реконструировано с начала учебного процесса под школу. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НЛК Саха, Якутск.